сегодня как мы уже говорили 23 февраля и кого же мы должны были позвать гости как не настоящего военного поэтому сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления воспитательной работы министерства обороны сергей поляков здравствуйте поздравляем вас с профессиональным праздником ну для вас вообще очень профессионально в форме для меня частично я служил он откосил это вообще женщина я служу в театре женщин согласитесь сергей каждый кто не служил начинает рассказывать что он бабушек через дорогу переводит от этого поговорили ксанар гостя уйдет хорошо хочется спросить сергей вы занимаетесь воспитательной работой и насколько я знаю организуйте ну так сказать досуг до творческий в в вооруженных силах как это происходит чего занимается в том числе и творческий досуг у нас есть несколько базовых конкурсов в министерстве обороны вот как раз вот сейчас мы готовимся конкурсу большому минута славы 28 февраля он будет проходить в культурно-досуговом центре мир кто может поучаствовать в нем в нем участвуют военнослужащие проявляют свои таланты в разносе они интересны он не служил я не знаю что ждет поэтому ну ребята военные значит мы находим время не только для боевой подготовки и для повседневной службы находим время еще для творчества по различным направлениям это и вокальные данные и цирковое искусство и хореография ну в общем в чем силен военный случай он может себя проявить на этой большой сцене там кто-то не знаю сборка разборка автомата самая быстрая что-то в общем любое приветствуется я так понимаю по любому направлению то есть в чем изъявляют желание в том и участвует но в основном конечно все таки это вот такие вот базовые общегражданские направления цирковое искусство хореография поэтическое искусство то есть любой талант которым обладает военнослужащий он может проявить на этом абсолютно точно а какое вот место творчество занимает военнослужащего не знаю 20 процентов 30 процентов времени 53 слов сложно сказать но стараются все и поэтому 50 на 50 творчество находим время для творчество 50 процентов устав там еще и по только там интересного слушателя . хорошо рассуждаете об армии а вообще вот тот же минута славы это впервые будет проводиться войска нет это вот 2016 года мы впервые попробовали провести что-то вроде парообраза этого конкурса это была такая сборная солянка это был и квн и вокальный конкурс и и конкурс минута славы все намешали в одну кучу из 2017 года мы поняли что эти конкурсы нужно разделить и вот с 17 года у нас проходит и минута славы и голос армии и квн то есть вот три базовых больших конкурсов здорово а кто сидит в жюри только хотел спросить да в жюри сидят вот допустим если брать минуту славы творческие заслуженные люди то есть заслуженные артисты перенесровской молдавской республики заслуженные деятели искусства то есть серьезные они или какое-нибудь отношение к армии или честь у нас смешанное жюри мы приглашаем и людей с управления культуры например или с государной службы по культуре и присутствуют и военные наши допустим виталий васильевич воинов военный дирижер то есть без него мы никак если ноту синий тот не ту взял все он тут же начинает ну наверное самый еще интересный вопрос что получит победитель минуты славы вот в этом году победитель минуты славы получает диплом за подписью министра обороны и кубок там увольнение в неочередную ребята которые себя творческие проявили они естественно поощряются не без этого то есть вот это знаешь это обязательно нет ну поощрение довольно таки серьезные поэтому как ну вот мы уже перечислили до голос квн как с квн я тоже не знаю насколько он долго уже моя тема точно так же с 2016 года мы активно развиваем такое направление как клуб веселых н хочет в армии ежегодно проводится под новый год игра к вен среди воинских частей учреждений то есть каждый воинской части есть своя команда квн вот они в декабре соревнуются ну так скажем мы встречаем новый год с юмором вот а в июне уже соревнуются сборные команды среди силовых структур идет игра и есть сборная команда лучше из лучших да такие совершенно верно мы отбираем и вот эти ребята самые талантливые представляют уже сборную команду как выступают вообще какие места занимают уже ну только на пьедестале только первым ну не первое я имею ввиду что 0 2 3 не узнать как скажем не стали на пьедестале тут обрежем а там уже пускай на армейский юмора вышить ну команды шутят только про армию или возможно какие-то еще темы цепляет что обычно про что шуте все ясно мы шутим ты уже не прошел до свидания сути на разные темы как и военный юмор присутствует так и общий гражданский юмор социальные темы то есть что актуально в обществе на данный момент это мы берем но мы стараемся быть положительной команды квн то есть мы не берем запретные какие-то темы допустим от политику мы не трогаем какие-то запретные темы еще то есть которые не нужно ворошить ну вот остросоциальные проблемы например не берем стараемся быть положительной команды позитивной команды то есть шутить именно вот нести положительный юмор скажите название есть какой-то Конечно. Команда КВН Министерства обороны называется в армейском стиле. Вот, неожиданно. Нет, ну а почему? Я думала просто команда КВН Министерства обороны. А тут еще и название есть. Скажите, а как проходит, может, процесс подготовки? То есть мы со Стасом знаем, что это, скажем так, не кратковременный процесс. И как это все умещается вместе со службой? Абсолютно точно. Процесс этот долгий. Месяца полтора мы готовимся к большой игре, которая проходит в июне. Пишем сценарии, ищем шутки. Знаешь, Лер, что есть у этих команд, что не было, допустим, у нас дисциплины. Потому что там нет такого, давайте отбивку выберем. Тут, если не хочешь шутить, идешь в наряд. Это у тебя выбор. Я опаздываю, я проспал. Я опаздываю, конечно. Вставай, давай. Кто входит в команду? Есть только срочники, контрактники, учащиеся военного института. Как вот собирается? Абсолютно все талантливые ребята. Это и контрактники, это офицеры. Это военнослужащий по призыву, кто угодно. То есть, кто хочет себя проявить на большой сцене или проявил уже себя, допустим, в играх среди воинских частей, мы просматриваем и отбираем ребят сбору. А не было такого случая, что вы увидели какого-то смешного человечка и подумали, он не служит, но мы его возьмем в команду, оденем. А за ним уже едут. А, я думала, возьмем его в армию. Нет, ну мысли такие, конечно, присутствуют, но все-таки мы стараемся своими силами, так скажем, работать, потому что все-таки мы защищаем цвета Министерства обороны и в команде должны быть военнослужащие. Скажите, а вот самое, может быть, наивысшее звание человека, который есть в команде? Как я это сказала, не очень логично. Вовсшее звание, генералиссимус. Воинское звание. Да, ну то есть, кто сам его. Переведу, да, какое самое высшее воинское звание в команде. Ну, капитан команды у нас старший лейтенант. Ага. Не, знаешь, было прикольно, капитан команды. Капитан, да. Ну, надо потянуть. Знаешь, я подумал о том, ну, пока мы разговаривали, что здорово, что военные не только защищают нашу родину, не только ходят в красивом форме, не только подтягивают свое физическое здоровье, но еще и находят место для творчества. Это очень здорово, потому что, ну, прям симбиоз такого правильного человека. Ну, вот мне кажется, знаешь, побывав в войсках, именно там высекается когда-то настоящий живой юмор, потому что армейская служба в чем-то сложна, в чем-то весела. То есть, она полна каких-то курьезных моментов, и об этом легко шутить, и после этого вообще уже, в принципе, все смешно вокруг. И, Сергей, ну, просим поздравить и всех мужчин, наверное, и всех ваших коллег, именно тех, которые сейчас на посту защищают родину, но и всех, кто, мужчины, которые в случае чего готовы сразу встать на защиту. Сегодня в праздник желаю всем защитникам Отечества здоровья, счастья, семейного благополучия и терпения. Мы присоединяемся и всем военным и просто мужчинам наши аплодисменты. О, я знаешь, что предлагаю? Что? Вместо аплодисмента гиб-гиб, ура. Давай, и... Гиб-гиб.